Он родился и вырос на Украине. В молодые годы, 40-е, освобождал от немецко-фашистских захватчиков Беларусь. Большую часть жизни провел в Москве, где создавал литературу своей эпохи. Он едва ли не в одиночку изменил звучание русской поэзии, напишет в одном из своих обращений знаменитый Бродский и будет прав. Через годы творчество Бориса Слуцкого станет любимым многими. Простой стиль письма и правда жизни, которая звучит в каждой его строчке, стали лейтмотивом на долгие годы. Борис Слуцкий родился на Украине, жил в России, воевал во Вторую мировую в Белоруссии. И поэтому, конечно, это человек нашего проекта, проекта «Минская инициатива». «Минская инициатива» объединяет интеллигенцию Белоруссии, России и Украины. Это проект, который делает наш фонд. И вот в рамках данного проекта сегодня и проходит вечер, посвященный столетию Бориса Слуцкого. Творческий вечер, посвященный столетию со дня рождения Бориса Слуцкого, собрал в круглом зале горосполкома всех тех, кому близка и интересна советская литература, кто ценит сильное русское слово. Мы очень с большим интересом, с большим энтузиазмом восприняли это приглашение. В состав делегации вошли деятели литературы, культуры, преподаватели ряда украинских университетов, то есть литературоведы, так как большинство из них будет принимать участие в мероприятиях, еще связанных с честным столетиям, с дня рождения известного советского поэта Бориса Слуцкого. Творчество Бориса Слуцкого – это малая часть того, что объединяет культуры стран-содружества. Общие истории и традиции накладывают свой отпечаток. Сегодня народы вместе, они едины. Едины в порыве сделать жизнь творческой интеллигенции всех стран-участниц СНГ более разноплановой и интересной. И вместе с тем развивать искусство писательского слова, изучать его и передавать молодому поколению.